Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, очи насерги, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 27 августа. Житие преподобного отца нашего Пимена Великого. Преподобный Пимен был родом египтянин. Вместе со своими двумя младшими братьями он ушел в один из общежительных монастырей египетских. Здесь вместе с братьями он принял образ иноческий. Спустя несколько лет после этого мать их братьев, почувствуя естественной любви матери к детям, отправилась к ним, желая видеть их. Однако не могла их видеть, и потому встала около храма в ожидании их прихода в храм на молитву. Когда они направлялись к храму, мать подошла к ним, но они побежали от нее назад и, войдя в келью, закрыли от нее двери. Подойдя к дверям, она начала стучать и призывать сыновей своих, стоя вне кельи и плача с умилением. Но иноки не только не открывали дверей кельи, но даже ничего не отвечали. Между тем, в то время, когда та женщина плакала долгое время, стоя у дверей кельи, Ава, ну и, услышав обо всем, вошел иными дверями киноком и сказал Пимену, Что же мы сделаем с этой старицей? Вот она уже долгое время горько плачет, не отходя отсюда. Тогда Пимен, став, подошел к дверям и спросил, О чем ты плачешь, старица? Она же, услышав его голос, но не видя его самого так, как двери были затворены, сказала, Я хочу видеть вас, дети мои, не моими ли сосами я питала вас, не я ли вырастила вас, И вот ныне я нахожусь уже в преклонных летах, я весьма страдаю сердцем, Слыша голос детей своих, но не видя их. Я весьма хочу видеть вас, дети мои, прежде, нежели умру. Пимен сказал, Где желаешь ты видеть нас, здесь или в той будущей жизни? Она отвечала, Увижу ли я вас там, Чадома, если не буду видеть здесь? Пимен отвечал, Если ты благодушно потерпишь и не увидишь нас здесь, То мы надеемся, что по человеколюбии Божьей ты непременно увидишь нас там. Внимая тому, что было сказано, она ответила, Действительно, я предпочитаю видеть вас там, нежели здесь. Потом отошла с великой надеждой, весьма радуясь, Ибо желала видеть детей своих лучше в будущей жизни, нежели в жизни временной. Блаженный Пимен, проводя дни и ночи в трудах, постнических, И непрестанно пребывая в молитвах, преуспевал в добродетелях иноческих, И при помощи Божией мужественно ополчился на невидимого супостата. Он умершлял свою плоть, воевавшую на дух, Истощал ее, как некоего пленника, великими трудами, И покорял ее на служение духу. Таким образом, он вошел на вершину бесстрастия И стал славнейшим из всех пустынных отцов, Как наиболее совершенный в добродетелях. Спустя некоторое время правитель страны То и пожелал видеть преподобного отца нашего Пимена, И послал к нему вестника с просьбой дозволить ему прийти к преподобному. Старий же весьма опечалился, размышляя в себе так, «Если вельможи будут приходить ко мне, дабы оказать мне честь, То и из народа многие будут приходить ко мне и беспокоить меня, А они помешают моему безмолвию, И я лишусь благодати смирения, Которую я при помощи Божией стяжал с юности великими трудами, Тогда я легко могу впасть в гордость. Рассудив в себе так, преподобный отказался видеть князя И просил его через того же вестника не приходить к нему, Так, как сказал преподобный, он не увидит его, Напротив, отгонит его с места того. Услыхав такой ответ, князь весьма опечалился и сказал, «Это загресимо, и я не удостоился видеть человека Божия». Однако весьма желая видеть, как-нибудь святого старца придумал такую хитрость. Взял как бы за некоторый проступок сына сестры старца И заключил его в темницу, Надеясь, что старец будет ходатаяться перед ним за своего племянника. Таким путем думал он увидать святого. Поэтому князь сказал своим слугам, «Если придет Ава Пимен, то сейчас же выпущу юношу на свободу, А если не придет, то не оставлю без наказания провинившегося, Ибо проступок его весьма велик». Когда мать юноши сестра Пимена услышала об этом, То-то тяжа отправилась в пустыню к брату. Придя к его отшелинческой келье, Она начала стучать в дверь, Слезно моля его пойти к князю и походотайствовать за ее сына, Дабы он был освобожден. Старец же не только не открыл ей двери, Но и ничего не ответил. Однако сестра долгое время продолжала со слезами упрашивать старца, Стуча в дверь, Но так как она не получила ответа, То начала с укоризнами и гневом говорить старцу, Немилосердный, бесчувственный, жестокий, безбожный и зверонравный. Неужели тебя не трогают слезы мои? Ведь сын мой, который у меня только один, Находится в смертной опасности. Старец же послал ученика сказать ей, Иди отсюда. Пимен не имеет детей, потому он не печалится. Сестра возвратилась с горьким плачем, укоряя брата. Когда князь услышал обо всем происшедшем, То сказал своим друзьям, Скажите старцу, пусть напишет ко мне письмо С ходатайством об освобождении, И тогда я отпущу из темницы племянника его. И многие советовали старцу написать письмо князю. Старец написал так, Прикажи власти своей хорошенько Исследовать преступления провинившегося юноши. Если будет найдено что-либо достойное смерти, То пусть он умрет, Дабы временной казни избегнуть мук вечных. Если же провинившийся не окажется достойным смерти, То наказав его, как требует закон, отпусти. Когда князь прочитал такое послание старца, То удивился уму и добродетели мужа, Поняв, что то был истинный угодник Божий. Князь отпустил юношу. Преподобный же Пимен, Избегая суетной славы и почести людских, Ушел в другое место И скитался по разным странам долгое время. Потом поселился снова в египетской пустыне И пребывал в ней до старости, Угождая Богу трудами постническими. И многих иноков отцом был сей святой Пимен. Получая учеников своих смиренно мудрю, Так как и сам был смиренно мудр, Преподобный приводил ученикам В образец сказания о некоем старце, Быть может о себе самом, Говоря так. Еще не так давно один монах-египтянин Жил близ Сарьграда на некоем пустынном месте, Имея небольшую келью. Скусилось один раз проходить местом Тем благочестивому царю Сеодосию, Младшему. Услышав об иноке, жившему там, Царь оставил всех своих спутников И принял вид одного из простых воинов, Направился к дверям келья и старца. Когда царь постучал в двери, Инок открыл келью, Но не узнал в пришедшем царя, Принял его за простого воина. Сотворив молитву, оба сели. Потом царь спросил, Как подвязаются отцы, обитающие в Египте. Все молят Бога о спасении вашем. Осмотрев кругом всю келью и старца, Царь не нашел в ней ничего, Кроме корзины, висевшей на стене, А в ней немного сухого хлеба. Потом сказал старцу, Отче, благослови меня вкусить немного. И тотчас старец налил воду в сосуд, Насыпал соли и положил куски сухого хлеба, И ели оба вместе. Затем старец принес кувшин с водой И дал пить царю. После трапезы царь спросил старца, Знаешь ли ты, кто я? Он отвечал, Не знаю, господин Бог знает тебя. Когда старец сказал ему, Я царь Феодосий. И тотчас старец поклонился ему. Потом царь сказал, Блаженны вы иноки, Так как вы свободны от забот суетного мира всего, И проводите жизнь безмолвную, Заботясь лишь о том, Как получить жизнь небесную, Вечную и благо небесное. Воистину говорю тебе, Что я, рожденный в твоем царстве И сейчас стоящий царем, Никогда не вкушал с такой сладостью хлеба И не пил воды, Как ныне вкусил и пил с большим удовольствием. Царь же отвечал, Это потому, что мы, монахи, Вкушаем пищу с молитвой и благословением. По этой причине самая простая пища Бывает вкусную. В ваших же домах Приготовление кушания Совершается без молитвы, Но со многими ссорами И разговорами праздными. По этой причине Ваша пища не получает благословения, Которое могло бы усладить ее. Воздав целование старцу, Царь отошел И с тех пор весьма почитал того монаха. Между тем, старец, Боясь погибельного самопревозношения И гордости, Дабы не потерять дара смирения своего Из-за почитания людского И дабы не лишиться благодати Божией, Старь бежал оттуда И потом опять пришел в Египет. Такое сказание поведал ученикам своим Святой Пимин. Желай научить их смирению, Этим сказанием Святой Пимин хотел научить учеников своих Уклоняться от суетных похвал и почестей, Которые приносят инокам не пользу, а вред. Святой Пимин поучал учеников своих И прочим добродетелям. Наставления его были всегда действительными, Ибо он мог всякого научить пути спасительному. Подобно тому, как жизнью своей Он являл равноангельский образец добродетеля, Так и слово его было всем на пользу. И приходили к нему не только новоначальные, Но и состарившиеся в подвигах иноческих, И спрашивали его о том, Что полезно для спасения души. Все приходившие к преподобному Получали от него богомудрые и богодухновенные ответы На назидание душ своих. Ответы те записывались некими в отеческие книги. Некоторые из этих ответов припомним здесь. Некто спросил Аву Пимина, говоря так, «Если я увижу брата моего согрешившего, Должен ли я скрыть грех его?» Пимин отвечал, «Если мы скроем грехи братьев наших, То и Бог скроет грехи наши». Некоторый брат сказал Аву Пимину, «Отче, я нахожусь в смущении, Думай уйти отсюда». Старец сказал, «По какой причине ты хочешь уйти отсюда?» Брат отвечал, «Я слышу дурные речи Об одном из числа здесь живущих братьев И соблазняюсь». Старец сказал, «То, что ты слышал, неправда». Брат ответил, «Воистину, отче, то было правдой, Потому что передавший мне о том Заслуживает всякого вероятия». Но старец сказал, «Нет, передавший тебе не заслуживает веры, Ибо если бы он заслуживал веры, То не передавал бы тебе то. Но ты никогда не верь тому, Что говорят тебе, Если сам не видел того, Ибо и Бог, услышав вопль Содомский, Не удостоверился, Пока не сошел сам, Дабы видеть все очами своими. И сказал Господь, «Вопль Содомский и Гоморский Умножился ко мне, И грехи их велики весьма. Сойдем и посмотрим, Есть такого ли вопль их, Грядущий ко мне?» Брат сказал на это, «И я, отче, Своими собственными глазами видел, Как брат тот творил грех». Услышав это, Старец посмотрел на землю. Потом, взяв с земли небольшой стучок, Сказал брату, «Что это?» Брат отвечал, «Это сучок». Потом старец посмотрел наверх постройки, Указав на бревно, На котором покоилась крыша здания, Спросил, «А это что?» Брат отвечал, «Это бревно». И сказал старец брату, «Запомни же, В сердце своем, Что грехи твои подобны этому бревну. Грех же, брат, О котором ты говоришь, Подобен этому сучку. Тогда ты никогда не будешь приходить в смущение и соблазн.» Эти слова святого Пимена слышал Ава Сесой, Бывший тогда у него. Весьма удивившись слышенному, Он сказал святому Пимену, «Как восхвалить тебя, Ава Пимен, Поистине слова твои Преисполнены благодатью и славы, Как некий камень драгоценный». Тогда Ава Пимен сказал, «Сказано свидетельствую лишь о том, Что видели очи твои. Но я говорю вам, Что если вы увидите, Что я очами своими, Не давайте тому веры». И потом рассказал такой случай. Некий брат был осмеян бесом, Таковым призраком. Он видел у него брата, Творившего грех с женщиной. Брат смутился в мыслях И был обуреваем похотью. Подойдя, он толкнул их ногой своей, Сказав, «Оставьте, для чего вы согрешаете?» Но оказалось, Что то были снопы, пшеницы, А не люди. «Посему, — заключил Пимен, — Говорю вам, Не давайте веры и тому, Что видите очами своими». Ава Ануви сказал святому Пимену, «Но какой ответ ты дал бы Богу, Если бы ты видел грешника И не обличил бы его?» Пимен сказал на это, «Я сказал бы Богу, Так, Господи, ты повелел, Вытащи сначала бревно из очей твоих, И тогда увидишь, Как исхитить сучок Из глаза брата твоего, Я исполнил повеление твое». Потом некий брат спросил Аву Пимена, Сказав так, «Отче, Я совершил тяжкий грех, Я хочу провести в покаянии три года, Но достаточно ли трех лет Для покаяния?» Старец отвечал, «Этого много». Тогда брат сказал, «И так ты приказываешь каяться Только один год». На это старец отвечал, «И этого много». Когда об этом услышали другие братья, То сказали, «Следовательно, Каяться следует не более сорока дней». Но старец на это сказал, «И этого много». И потом прибавил, «Я думаю, Что если человек покается От всего сердца своего, И положит твердое намерение Более не возвращаясь ко греху, То Бог примет И тридневное покаяние его». Иной брат спросил Абуфимена, Сказав так, «Как должно жить человеку?» Старец отвечал, «Из примера Даниила мы видим, Что его не могли оклеветать Ни в чем, Кроме того, Что он служил Господу Богу своему». Этими словами святой дал понять, Что человеку должно жить так, Чтобы вся жизнь у него была Ничем иным, Как только служением Господу Богу». Другой инок спросил, «Каким образом уберечься мне От козни врага?» Отвечал старец, «Когда котел разжигаемый Снизу кипит, То ни муха, Никакое другое насекомое Не может коснуться его. Когда же он остынет, Тогда на него садятся И мухи-насекомые». Подобно этому и киноку С усердием, Подвязающимся в делах добродетели. Враг не смеет приступить И увлечь его в свои сети К человеку, Уже проводящему жизнь С беспечности и лености. Враг приступает с легкостью И увлекает к греху, Как хочет». Некто спросил старца о том, Как можно избавиться От навязывающихся ему Уму злых помыслов. Старец отвечал на это, «Случай этот подобен человеку, Имеющему по левую сторону От себя огонь, А по правой сосуд с водою. Если человек загорится от огня, То возьмет воду из сосуда И загасит огонь». Огонь – это помыслы злые, Которые враг нашего спасения Влагает в сердце человеку, Как искру в некую храмину, Дабы человек распалился По желаниям греховным. Вода же – это молитвенное устремление Человеком в себя к Богу. Опять спросил ли старца Пимена Ава Амон О помыслах злых, Исходящих от сердца, И о суетных пожеланиях. И отвечал старец От святого писания, Сказав так, Какую славу может получить Топор бессекущего им, И может ли хвалиться Пила, не имея работника? Так и ты не посылай на помощь Злым помыслам своего соизволения, И все эти помыслы растеются. Ава Иосиф спросил Аву Пимена О посте, Сказав так, Как подобает поститься? Старец отвечал, Я каждодневно вкушаю Немного пищи, Не насыщаясь вполне. Ава Иосиф спросил, А когда ты был юноша, То не постился ли ты по два дня? Отвечал Пимен, Поистине постился, И не только по два дня, Но и по три, И по целой неделе. Но святые отцы, Испытавшие то и другое, Нашли, что лучше вкушать Каждодневно, Но понемногу, Ибо это царский путь Ко спасению, Более легкий и удобный, Дабы не превозносился ум. Игумен монастыря великого, Спросил Ау Пимена, Сказав так, Каким образом я могу стяжать умиление? Старец отвечал, Разве может быть умиление в том сердце, Которое помышляет о сырах, Сосудах, С маслом, И иных житейских делах? Иной спросил старца, Что лучше, Говорить или молчать? Старец отвечал, Кто говорит Бога ради, Тот хорошо делает. Так же и тот, Кто молчит Бога ради, Хорошо поступает. Такие мудрые ответы Давал царец на вопросы. Кроме того, В отечниках Находятся многие мудрые Изречения святого Пимена. Вот некоторые из них. Ава Пимен говорил, Когда человек намеревается строить дом, То собирает многие предметы, Из которых можно построить дом. Подобно этому и мы легко созижним В себе дом духовный, Если возьмем по небольшой частице От каждой добродетели. Сказал еще, Человеку необходимо соблюдать Три главных правила. Бояться Бога, Часто молиться И творить добро ближнему. Говорил также Ава Пимен, Не стяжание, терпение И рассудительность. Вот три основы Иноческого жития. Ибо написано, Аще будут сии три мужа, Ной и Даниил и Ио, И спасутся. Ной образец нестяжательности, Ио в терпение, Даниил же рассудительности. Если в иноке Окажутся эти три добродетели, То Бог, спасающий его, И возобитает в нем. Говорил еще старец, Если инок возненавидит Два предмета, То может быть свободным От соблазнов мира сего. Брат спросил старца, Какие же это предметы? На это старец ответил, Покой плоти И тщеславие. Потом старец сказал, В Евангелии написано, Имеющий одежду, Пусть продаст ее И купит нож. Это значит, Имеющий покой плоти своей, Пусть оставит его И начнет проводить жизнь суровую, Вступив на путь тесный. Потом еще сказал, Когда Давид боролся Со львом или медведем, То умершлял зверя, Взяв его за гортань, Подобно этому и мы С Божьей помощью Победим льва, дьявола И медведя, Плоть нашу, Если наложим Узду воздержания на гортань И чрево наше. Еще старец сказал, Если бы на Узардан, Начальник над поварами Царя Вавилонского, Не пришел в Иерусалим, Храм Господень Не был бы сожжен. Подобно этому и в нас Не воспалится огонь Вожделения греховного, А также и ум наш, Борящийся со врагом, Никогда не потерпит поражение, Если мы не будем Преданы объедению и неге. Говорил еще старец, Подобно тому, Как пчелы бегут от дыма, Позволяя людям Пользоваться сладкими плодами Их работы, Так покоем тело Отгоняется от души Нашей страх Господень, И она, душа, Лишается всякого доброго дела. Затем еще сказал, Подобно тому, Как всякий оруженосец царский Стоит близ царя, Будучи всегда готовым К защите его, Так и душе нашей Должно быть всегда готовой На борьбу с бесом Блудодеяния. Однажды Авапимен Услышал о брате некоем, Постившемся по шести дней И вкушавшему немного пищи Только на седьмой день, Но вместе с тем Гневавшимся на брата своего. Авапимен сказал о таковом, Научился поститься шесть дней, А от гнева Не может воздержаться И один день. При спитере одного монастыря Услышав о некой братии, Ходившей часто в город, Мышихся в бане, Не прилежащих К спасению своему, Разгневался на них И придя в монастырь, Снял с них одеяние монашеское, Но потом раскаялся, Пошел к Авапимену, Рассказал ему о всем, Что он сделал с теми братьями. Царец же сказал ему, Не имеешь ли и ты в себе Чего-либо от ветхого человека, Или, быть может, Ты окончательно совлекся его? При спитере, Услышав от царца Такие слова, Умилился, Призвал тех братьев, Которых огорчил, Раскаялся им, И снова облег их В одеяние монашеское. Однажды пришел Кавипимену Ауа Исаак, И увидав, Что он возливал на ноги Свои небольшое количество воды, Сказал ему, Как жестоко иные Удручает тело свое. Царец же сказал ему, Мы не научены Быть телоубийцами. И потом сказал, Бывает иногда, Что человек кажется молчащим, Но если сердце его Осуждает других, То он говорит всегда. И есть такие, Которые с утра до вечера Говорят языком, Но в то же время Соблюдает молчание, Ибо не осуждающий Ближнего, Тоже что молчащий. Ава Иосиф Рассказывал повествуя так, Когда однажды Мы сидели у Авы Пимена, Среди нас был Юный брат Агафон. Желая что-то сказать Этому Агафону, Старец Пимен Назвал его Авою, Сказав так, Ава Агафон, Но мы сказали старцу, Этот брат еще юн, Почему ты называешь Его Авою? Старец же отвечал, Уста его молчаливые Заставляют меня Называть его Авою. Потом говорил еще Ава Пимен, Брат, находящийся Вместе с ближним своим, Должен уподобиться Истукану каменному, Будучи обижаем, Он не должен гневаться, Будучи хвалим, Он не должен превозноситься. Еще сказал, Злом никогда Не победить зла, Если кто-либо Причиняет тебе зло, То окажи таковому добро, Тогда твоя добродетель Препобедит его злобу. Этот добродетель, Как и другим добродетелям, Преподобный Пимен Получал и самым делом, Ибо до его прибытия Из Кита в Египет, В Египте жил некий старец, Почитаемый всеми. Когда на то место Пришел Ава Пимен, То многие, Оставив того старца, Начали приходить к Пимену. По этой причине Тот старец Начал гневаться На пришедшего Ава Пимена, Стал завидовать ему И говорить о нем дурное. Когда Ава Пимена Слыхал об этом, То опечалился И сказал своим братьям, Что теперь делать нам, Ибо люди эти Повергли нас вскоре, Поставив столь Святого и добродетельного старца, И придя к нам, Не значащим ничего. Таким образом, Мы устраним гнев Великого Отца Того. Приготовим немного пищи, Возьмем немного вина, Пойдем к старцу, Вкусим с ним. Быть может, Таким образом, Мы умилостиваем сердце его. Взяв немного пищи и вина, Они отправились к тому старцу И постучали в двери келья его. Ученик того старца, Услышав стук, Спросил, Кто это? Ему ответили, Скажи Аве твоему, Что Пимен с братьей своей Пришел, Дабы принять от твоего Авы Благословение. Ученик пошел И рассказал об этом старцу. Старый же, Выслушав, Сказал, Пойди и скажи им, Идите отсюда, Ибо у меня нет времени Видеть вас. Когда ученик сказал так Пришедшим, То эти последние Ответили ему, Мы не уйдем отсюда До тех пор, Пока не сподобимся Поклониться старцу. И стояли на зное Солнечном При дверях кельи. Видя смирение и терпение, Пришедший старец умилился, Открыл им двери И принял их Слабзанием. Севши, Все беседовали с любовью И вкусили принесенного. Потом старец тот сказал, Поистине, Не только справедливо То, Что я слышал о вас, Но я вижу У вас добрые дела Во сто крат большее. С того времени Старец стал миролюбиво Относиться к Ави Пимену. Так умел Преподобный Пимен Устранять злобу Враждующего на него И давал пример Этого другим. Преподобный Пимен Умел врачевать Иных и молчанием Своим как словом. Однажды Пресвитеры страны Той Посетили монастырь, В котором пребывал Преподобный. Ава Ануви, Желая хотя несколько Угостить их, Пошел к преподобному Пимену И сказал ему об этом. Однако Пимен Не дал ответа, Но пребывал в молчании Долгое время И отошел от него Ава Ануви с печалью. Потом братья бывшие У него спросили его Ава Пимена, Почему ты не дал ответа Аве Анувию? Старец же отвечал ему, Им Я не имел для сего Орудия, То есть языка, Ибо я мертв. Мертвый же не говорит, Посему не считайте Меня пребывающим с вами. Так поступил Старец Для того, Чтобы его не звали К тем новоприбывшим Братьям на трапезу. Ибо о нем повествуется И сие, Что когда братья Призывали его вкусить Вместе с ними пищу, Он шел с плачем, Как бы нехотя, Ибо не желал Насыщать чрево своего, Но вместе с тем Не хотел ослушаться братья, Дабы не огорчить их. Некий инок, Услышав о добродетельном Житии преподобного Пимена, Пришел к нему Из далекой страны, Дабы видеть его И поучиться от него. Старец принял инока С честью, Облобызал друг друга сели. Инок начал беседовать Со старцем От божественного писания О вещах трудно разумеваемых, О которых говорится в писании, О предметах небесных. Отец же Пимен, Отвернув лицо свое, Молчал И не давал Никакого ответа пришельцу. Инок тот долгое время Не сказал ему ничего. Старец отвечал, Он от вышних И говорит о предметах небесных. А я от нижних И могу говорить только о земном. Если бы брат, Пришедший к нам, Говорил о душевных страстях, О плотких немощах, То я отвечал бы ему. А так как он говорит О предметах небесных, То о них я ничего не могу сказать. Ученик, выйдя от царца, Вошел к этому иноку И сказал, Знаю, отец, Что старец неохотно Беседует от божественного писания, Но если кто-либо Начинает говорить с ним О страстях душевных, Тогда старец отвечает. Умилившийся инок Тот пошел к старцу И спросил его, Ава, Что делать мне, Ибо я во власти страстей. Тогда, посмотрев на него С радостным лицом, Старец сказал, Хорошо сделал ты, Что пришел. Теперь я открою у старца И наполню их Благими речами. И беседовал с ним Достаточное время о том, Как побеждать Восстающие на нас похоти. Весьма насладившись Богодухновенными словами старца, Инок тот возблагодарил Бога За то, что он сподобил его Видеть такового старца И слышать его беседу. И возвратился к своим Радуясь, Что получил великую пользу Для души. Потом иной Инокава Исаак Пришел к отцу Пимину И нашел его сидящим молча И как бы находящимся В выступлении. Подождав достаточное время, Но не видя, Чтобы старец пришел в себя, Инок тот сделал Земной поклон старцу, Сказав, Скажи мне, отче, Где был ты умом своим? Он же был вынужден На ответ усиленной просьбой Ответил. Мой ум был там, Где плакала Пречистая Дева Мария, Богородица, Стоя при кресте. Я хотел бы так всегда плакать. Таковой великий в отцах Преподобный Пимин, Изучивший всякую добродетель, Приносивший пользу всем, Как же кием, Так и словом своим, Имел столь великое смирение В уме своем, Что часто со вздохом говорил, Я буду брошен на то место, Куда будет брошен сатана. Однако Господь вознес Смиренного раба своего В места, Где пребывают святые ангелы, Вселение праведных и преподобных. Господь вселил его Послеземной, Исполненной многих лет жизни, В обители небесные, Где летание кончается. Преподобный Пимин Скончался 110 лет от рождения, Около 450 года. Там все святые, Предстоя престолу славы Божией, Всегда славят Отца и Сына, И Святого Духа, Единого Бога в Троице, Которому и от нас грешных Восславается слава Ныне, всегда и в бесконечные веки. Аминь. Богу нашему слава Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, Подписывайтесь, Будете регулярно получать С нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok